Ну а 80 лет назад о строительстве дорог в Наринмаре речи вообще не шло. Тогда город только образовался. Однако назвать его городом было сложно. В народе столицу Ненецкого национального округа величали большой деревней. Всего несколько улиц и ни одного кирпичного строения. В распоряжении нашей редакции появились фото и видеоматериалы, в том числе уникальные, на которых запечатлен старый Наринмар. Современное поколение его точно таким не видело. Сейчас специальный репортаж Олега Хатанзейского. Он расскажет, каким город был, стал и будет. Эти слова из знаменитой песни, кажется, до сих пор актуальны для нашего с вами любимого города. Наринмар и сейчас не велик и не мал. Правда, за последние годы он заметно изменился. Стал непременно ярче, выше и современнее. А потому свой первоначальный облик он уже почти утратил. Деревянные двухэтажки и мостовые вдоль улиц уже остались почти в прошлом. И, кажется, еще в начале 2000-х Наринмарцы и подумать не могли, что всего через несколько лет столица региона будет претендовать на звание самого красивого города всей страны. Знаете ли вы, что такое Наринмар? В переводе с низкой языка это красный город. В советское время его называли деревянным, а еще стеклянным городом. За то, что почти все жители здесь знали друг друга в лицо и по имени. В 30-х, 40-х, когда Наринмар по сути только застраивался, в нем проживало чуть больше 10 тысяч человек. Поэтому часто столицу Неницкого национального округа называли большой деревней. Похвастаться яркими и красивыми строениями город в то время, конечно, не мог. Жили люди в серых деревянных бараках и землянках, при этом без всяких удобств. Впрочем, никто не жаловался. Чуть позже в стране началась война. ПЕСНЯ ПЕСНЯ То летом 1943 года, дважды, 22 июня и 15 июля, над городом Наринмар пролетел немецкий самолет-разведчик Ю-88. Научный сотрудник краеведческого музея Алексей Каратаев нам показывает уникальные снимки. Они были сделаны немецким разведчиком с высоты почти 2000 метров. На фотографиях Наринмар 43-го. По некоторым данным, фашистский самолет тогда прилетел со стороны Финляндии. За штурвалом сидел некий лейтенант Хайс. Его фамилия указана на снимках. Причем все надписи изначально были на немецком. На русских перевели уже в музее. Здесь были отмечены основные объекты. Скажем так, примечательные объекты. Сфотографирована, конечно, прежде всего, наиболее освоенная и наиболее застроенная часть города. Это район Москового порта и центральная часть современного города Наринмар. Здесь обозначен угольный склад. Причем такой очень интересный момент. Здесь указано в снимке от 15 июля, что в этом угольном складе в сравнении со снимком 22 июня угля гораздо меньше. То есть такая своего рода наблюдательность и фиксация всех необходимых сведений. Если внимательно приглядеться, то на фотографии 43-го, это район Морского порта, можно найти дома, которые сохранились до наших дней. На старый снимок накладываем современные. Большинство строений уже, конечно, снесено, однако, например, в этом здании сейчас расположена полиция. На своем месте стоит и контора Морского порта. Неизменным осталось расположение улиц. Вот Ваучейского, раньше она называлась Печорская, Хатанзейского и Полярная. Несмотря на военное положение в СССР, в столице округа тогда шло активное строительство. Всем городом возводили аэродром и другие социально важные объекты. Четыре кошмарных года Нарьинмар выставил героические, уникальные кадры. У обелиска победы впервые зажигают вечный огонь. В память о героях прошедшей войны, в память об их мужестве и героизме, в Нарьинмаре зажжен вечный огонь. Вечная слава героям. В Нарьинмаре до наших дней сохранилось немало зданий, которые были построены еще до войны. Пожалуй, самая знаменитая – Дом Советов. Ныне администрация Ненинского округа. Объект взводили четыре года, с 37 по 41. Сейчас он является памятником регионального значения. Именно возле Дома Советов 9 мая 45-го собирались горожане, чтобы отметить Великую Победу. Вот еще один объект культурного наследия – здание Главпочтампа. Правда, оно было построено уже после войны. В различных архивах сохранились десятки фотографий и видеозаписи советского Нарьинмара – того самого деревянного и стеклянного. В самом маленьком, в самом небольшом городе эта история должна сохраняться. Она должна сохраняться не только для туристов, для гостей, она должна сохраняться для тех деток, которые здесь бегают. Потому что это единственное, что мы можем оставить людям на память. Это обязательно должно сохраняться. Потому что то, что более 30 лет сохранилось – это уже плац культуры. Она приехала в Нарьинмар и сразу его полюбила. В архиве Галины Гуляевой множество черно-белых фотографий. На каждой история заполярной столицы. Член Союза архитекторов России и сейчас собирает уникальные снимки. Для нее это больше, чем просто хобби, скорее работа. Ведь Галина Владимировна – главный архитектор города. И то, каким мы его видим в будущем, зависит в том числе от этого человека. Я приехала сюда в 2012 году. И ребята мне подарили, коллеги подарили фотографию 2005 года. Вот этого центра. Эта фотография висит у меня дома. И я ее показываю всем архитекторам, проектировщикам. Никто не верит, что буквально через каких-то 5-6 лет город застроился вот так. Вообще планировалось, что столица региона сегодня будет выглядеть примерно так. Это официальный генеральный план Нарьинмара от 1937 года. Если внимательно приглядеться, то становится понятно, что центром города должен был стать либо район морского порта, либо же так называемая Кармановка. Однако данный проект остался лишь на бумаге. Видимо, реализовать его не получилось из-за начавшейся войны в 41-м. От той картинки практически, можно сказать, ничего не осталось. За место вот озера там получается парк. Но вокруг парка, сами знаете, да, очистные сооружения, громадное здание. Если бы его как-то оккультурить, было бы, чтобы вид какой-то создать, было бы гораздо лучше. Потом вот эти гаражи, их тоже можно, в принципе, есть в больших городах делают многоэтажные гаражи, да. Здесь их можно, может, тоже как-то там спроектировать под общее какое-то здание сделать, да. О родном Нарьинмаре он может рассказывать часами. На крайний север Сергей Козлов приехал в 70-м и сразу начал изучать историю города. Фотографировал старые дома и целые улицы. Это по его инициативе здания почты и региональной администрации внесли в реестр памятников архитектурного наследия. Сейчас краевед добивается того, чтобы одну из старейших улиц Нарьинмара, Смедовича, включили в охранную зону. Я считаю, что облик, облик улицы Смедовича нужно как бы сохранить, восстановить и сохранить его. Вот, и как бы я уже и везде, наверное, всем уже надоел, обращался уже и в городскую, и в окружную администрацию, и в отдел культуры, и в архитектуру. Вот, по поводу того, что сохранить те здания, которые остались, еще их реставрировать, вот. И, а те, которые здания снесли, на их месте можно построить, ну, современные здания, но такой же этажности. От прежней улицы Смедовича сейчас действительно мало что осталось. Многие двухэтажки уже давно расселены и разобраны. Те, что сохранились, можно пересчитать по пальцам. Например, вот Смедовича 19. Это здание было построено в конце 30-х прошлого столетия. На фото его первоначальный облик. Рядом бежит оленья упряжка. Я думаю, что не надо его сносить. Это, в принципе, если здание-то отреставрировать, вот здесь, в этом здании, можно сделать музей истории города Наринмара. Кстати, из окон этого слегка обвешалого строения в разное время было сделано немало памятных кадров, которые сейчас у горожан вызывают ностальгические воспоминания. Уникальный кадр. Улица Смедовича скрылась под водой. На заднем плане отчетливо видно дом советов. Теперь это администрация региона. Люди передвигаются на лодках по мостовым не пройти. В городе Наводнение. Фотография 1952 года. Теперь самое интересное. Снимок был сделан в этом кабинете, примерно из этого окна. Раньше, по некоторым данным, здесь располагалась типография. А сейчас наша телерадиокомпания. Одно из первых кирпичных зданий Наринмара – городской дом культуры. Строилось оно быстро. По его возведению принимали участие чуть ли не все жители города. На сцене еще того старого ДК выросло не одно поколение талантливой молодежи. Это двухэтажное зеленое здание построили в 64-м. Несмотря на свои небольшие размеры, для многих оно тогда казалось огромным. А для тех, кто в нем трудился, стало родным. Елена Белоусова прекрасно помнит те незабываемые времена. Народный театр, ночные репетиции, атмосфера тепла и душевности. На работу ходили, как на праздник. Когда сносили здание, было тяжело на душе все-таки? Надо мной смеялись, потому что я просто ревела. Ну, больше 20 лет в этом доме прожить. Прожить, именно прожить. Конечно, я просто ревела. Я долго не могла прийти в себя. Тем более, что еще нас перевели куда-то, на Хатанзейского, в эту... Страшно сказать, куда после... Все равно здесь уютно было. Здесь в зале была великолепная акустика. Можно было спокойно говорить без микрофона. Здесь в зале, даже при наличии поставленного голоса, приходится напрягаться. Историки до сих пор спорят о том, какое здание из кирпича первым появилось в Наринмаре. Согласно официальным данным, это третья школа и дом культуры. По неофициальным электростанция, что в Качгарте. А эти кадры мы сделали на территории бывшего лесозавода. Перед вами кочегарное помещение. Его возвели из красного кирпича. А теперь, внимание, в 1903 году необычный объект обнаружил Сергей Козлов. Выезжали туда несколько комиссий. Его необходимо тоже как бы включить в реестр охраны памятников уникальных. И провести там реставрацию. Эта кочегарка была возведена, когда Наринмара еще даже не существовала. А потому считать ее первым кирпичным зданием, которое появилось в городе, невозможно. Впрочем, факт в том, что строение сейчас является, пожалуй, самым старым в столице региона. Строительный бум в Наринмаре начался в середине 70-х. Тогда в городе появилось первое многоэтажное здание в кирпичном исполнении. Ныне там расположена мэрия. Чуть позже на улице Молодежная, сейчас она называется 60 лет СССР, была возведена и первая так называемая панелка. Благоустроенные квартиры в том доме получили работники Наринмарского СМУ. Люди узнали, что такое жить со всеми удобствами. Так Наринмар стал постепенно менять свой облик. На пустырях строились современные дома, здания под организацией магазины. В 2000-х город было уже не узнать. Появились асфальтовые тротуары, один за одним сносились деревянные бараки и сараи. На их месте вырастали яркие 5, 6 и 7 этажки. Динамично возводились целые микрорайоны. Всего за несколько последних лет город стал одним из самых красивых во всем Заполярье. Особенно туристов радуют наши необычные дома. Здравствуйте, такси. Можно, пожалуйста, машину к бутерброду предпоследний подъезд? Спасибо. Неместный диспетчер сейчас бы подумал, что ее сумасшедший. Но как можно вызвать такси к хлебу с маслом? Именно так с немецкого переводится слово бутерброд. Вообще в Наринмаре многие дома имеют свои приевшиеся названия. Например, вот бутерброд, за ним красная шапочка, а чуть дальше серый волк. Есть еще титаник, апельсины, китайская стена, пряник, синяк и даже, извините, сопля. Как в народе называют вот этот дом? Титаник. Почему? Без понятия. Ну, есть ли предположения свои? Ну, не знаю, может из-за его длины. Он, наверное, самый длинный первый у нас в доме в городе. Слышали про название такое, как синяк, сопля? Нет. Есть такие штыки? Дома тоже есть, да? Да, первый раз слышу. А как думаете, есть в Наринмаре дом, который называют сопля? Ну да. У нас рано город. Уже известно, каким будет Наринмар в ближайшем будущем. Например, здесь, на месте бывшей коррекционной школы-интернат, власти округа планируют построить здание региональной администрации. Оно будет выглядеть вот так. Если здесь нам удастся все-таки завершить строительство, это будет очень интересное, современное, стильное. И в то же время здание, которое учитывает вот эти наши характерные черты. Там предусмотрены и стоянки для посетителей, и подземная стоянка на целый уровень, целого этажа. То есть здание будет современно во всем. А за нынешней администрацией возведут современное здание для многофункционального центра. На Первомайске появится новый жилой дом возле площади Ленина Арктический собор. И это лишь малая часть того, что планируется построить в столице региона. Главная же новость для всех гаражан в современном генплане отведены места под будущие набережные, которых Наринмарсом так не хватает. А пока жизнь продолжается. И через много лет эти кадры непременно станут уникальными и редкими, как те черно-белые. Только уже с пометкой, каким был Наринмар в 2016-м. Олег Танзейский, Вадим Стасюк, Сергей Качугов и Алексей Орлов. Вести. Заполярье.